Здесь все держится на строгих законах физики. Груда учебника физики, какие-то солдатики, труба из вентиляции, весы, утюги, в общем, все, что угодно, включая самолет. Машина Руба Голдберга – громоздкий и бессмысленный механизм. Гирка катится, падает в емкость, которая перевешивает преграду для другого шарика. Шарик катится, сбивает доминошки, и доминошки сбивают шарик, который падает в стаканчик, который перевешивает флаг. Флаг поднимается. Главное здесь – красота цепной реакции. Шарик, находящийся внутри, лопнет, освободит гирику массой около полукилограмма. Она упадет на прищепку, прищепка раскроется, и машинка поедет вперед, потому что машинка удерживается прищепкой. Солдатики попадут к чертям вниз, и один из них, по идее, должен упасть через трубу. Авторы самой впечатляющей машины в конце цепочки планируют повесить Гитлера. Фестиваль непростой, он посвящен юбилею Победы, это и вдохновило авторов. Пупс в фашистской форме ждет своей участи. Гитлер падает вниз, да, это победа над фашизмом, и он падает, с собой тянет веревку хлопушки, по идее, по идее, происходит красивый бабах. Но машина оказалась капризной, и все пошло не по плану. Мы сделаем вид, что дрочек попал в шарик. И сделаем вид, что солдатики упали вниз. Процесс, что ли? Палка-то не двигается. Ну, а дольф. Ну, да, да, дольф. Сделаем. Взрываем лапушку. Запустить машину с первого раза не получилось почти ни у кого. Ну, или это что-то разматывается тогда. Гениальные задумки с трудом проходили этап реализации. Принцип «Домино» не всегда желал работать. Но все же члены жюри оценили фантазию авторов, а также их знание физики. Ведь некоторые машины были весьма и весьма непросты. Победителями фестиваля стали команды из Петровского лицея и 7-й школы Петрозаводска. Гитлер на виселице от учеников финно-угорской школы получил диплом за удивительные находки. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов. Телеканал «Ника Плюс». Гитлер на виселице «Ника Плюс».